Здравствуйте, друзья! Компания Лям, Центр юридической защиты. Кузнецов Дмитрий с вами. Небольшой ролик, опять демонстрация того, как молодой еще в сущности пацаненок пытается строгим голосом навеять какое-то чувство тревоги. Ну, не получилось у него, не получилось. У братишки ничего. Давайте послушаем, как он это пытался сделать. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Вся информация о нашей работе на сайте есть. Ссылочка на сайт в описании этого и любого другого ролика. Мы с вами слушаем. Поехали! Не забудьте поставить лайк и поделиться в соцсетях. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Специалист группа поиска решений Роман Дмитриевич, меня зовут. Подскажите, пожалуйста, вот вам сейчас звонили, да, по поводу Эвелины Васильевны. А кто сейчас это, еще раз, какого банка? Почта-банк. А, почта-банк. Да, 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 совершенно верно. Ну, так. Вот. А могу я услышать вообще Эвелину Васильевну? Прожданный номер указан как ее контактный. Ну, шел человек, ушел. Сейчас телефон дома оставил, я брат. А, брат, брат, брат. А может, вы в курсе вообще, о ее отношениях с банком нашим? Конечно, в курсе. Специально приехал по этому поводу. Специально приехали по этому поводу, понятно. А по поводу оплаты, может, знаете, когда у вас эта оплата? Не, я, знаете, она же, как давно у вас? Сейчас нету договора под рукой, просто не это самое, немного неудобно. Когда она у вас кредит брала? А она вам не рассказывала ничего об этом? У нее не только один банк, я сейчас приехал заниматься ее вопросами финансовыми. Издалека, за несколько тысяч километров. Ну, у нее тогда еще лето банк был или почта банк? Просто, мне не надо... Лето, это еще, да. А, лето. А сейчас почта, да, видите, а документы никакие не переоформлялись? Нет, естественно. Номера договоров остались те же самые. А, ну, по номерам договоров, знаете, как поступим? У вас какие-то претензии есть в почта банк к моей сестре, верно? Финансовые, да? В смысле претензии? Ну, финансовые претензии. Нет, нет, да нет. Нет, конечно. А каким могут быть финансовые претензии? Конечно, потому что она в лето банк, она в лето банк деньги брала, а не в почта банк. И что? Ну, ничего. Вот, знаете, вот я вот сразу слышал... Нет, подождите, подождите, давайте развивать мысль. Вы сказали, нет претензий. Зачем звонить ему? Ей, вернее. По поводу ее задолженности. Так это и есть претензия финансовая? Это же финансовая претензия? Нет, нет. А что это по-моему? Надо поставить платеж. Не, не будет платить в почта банка, на ни копейки платить в почта банк не будет. Все, ну, в таком случае, понимаете, в чем дело? В чем? А вы неужели думаете, что это все будет решаться в рамках правового поля? Вот, я поэтому и приехал. Если вы какой-то ареста счетов... Да, я знаю, я сейчас вас приторможу, чтобы вы ахинею не несли. С вами разговаривает юрист с 4-летним стажем. Вот сейчас про арест счетов... Тем более, тем более, вы сами тогда вот сами себе верите, что вы говорите, если вы юрист считаете. Понимаете, я, да, я просто так голословным вещам не верю. То есть, когда мне что-то рассказывают, я всегда проверяю. Так вот, порядка 4-х лет я уже занимаюсь тем, что вот помогаю людям, попавшим в трудную финансовую ситуацию, в том числе с банками. Знаете, очень результативно. А как же у вас, когда ваша сестра попала? Ну, вот, понимаете, далеко живет сестра, еще и двоюродная. Я вам, конечно... Я узнал, да, немножко... Ладно, в принципе, особо-особо мне разговаривать с вами. Конечно, я вам и не рекомендую со мной разговаривать. Я буду разговаривать. Если вы заключите с нами договор, мы будем рады с вами общаться и поможем вам на всем пути борьбы с вашими кредиторами. Создадим условия, когда вашим кредиторам будет выгодно отказаться от претензий. Еще раз напомню и перенаправлю вас на наш сайт. Ссылка на сайт в описании ролика есть. И там выложено видео именно на сайте, как устроена работа кредитных юристов нашей компании. Алям, одного из крупнейших юридических операторов на территории России. Желаю счастья, здоровья. До свидания.